Добрый день, дамы и господа. 11 октября 2023 года у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Когда Иран готовил нападение Хамаса на Израиль, они представляли себе, как еврейское государство войдет в сектор газа, чтобы предотвратить вторжение. И я думаю, что они не представляли себе, что израильтяне не будут знать о том, что они собираются вторгаться. Как трупы якобы убитых детей и женщин будут раскладываться на улицах, в развалинах, и как СНН, Би-Би-Си и прочие средства массовой информации будут показывать зверства израильских захватчиков. То есть, ну, все как обычно. И всем будет наплевать, что Израиль единственная в мире страна, где солдатам запрещено стрелять, если по ним не ведется огонь. Что перед обстрелом, ну, скажем, любого жилого квартала, где под школами, домами, больницами, ИТД, ИТП, сделаны склады палестинцев, даже под учреждениями Организации Объединенных Наций, с молчаливого согласия руководства этой самой гнусной антисемитской организации. Под всем этим оружие, запасы, штабы, кстати, все это построено на деньги, которые приходили из США, из Европы. И оттуда, из школ, и из жилых кварталов ведется огонь по Израилю, чтобы вызвать ответный огонь на мирных жителей. Так вот, за два часа до начала любого обстрела жилого квартала израильская армия начинает предупреждать жителей уходить из этого конкретного квартала. Как? Предупреждает, спросите вы, листовки с дронов, во-первых, громкоговорители, где можно достать, а кроме того, и я думаю, что в это вы не поверите, но я, пожалуйста, обратитесь к источникам или к своим знакомым, живущим в Израиле, обзванивают жителей по телефону. Телефоны практически все есть, поэтому обзванивают и говорят, такое-то время, мы начнем стрелять по такому-то адресам и прочее. У-Х-О-ДИ-ТЕ! Вы такое где-нибудь встречали? Вот Россия тоже, да, обзванивает по телефону и говорит, украинцы, вы знаете, мы сейчас будем стрелять в вашу сторону, пожалуйста, постреливитесь, уйдите оттуда. Но несмотря на все это, вид разрушенных домов и убитых детей, значит, начинает нервировать весь мир, и снова Израиль начинает обвинять в зверствах преступности. Вот и сейчас Иран планировал вызвать Израиль на ответный удар и еще более изолировать еврейское государство от всех, наверное, стран цивилизованного мира. В России также было выгодно отвлечь внимание от Украины, перенаправить американскую помощь на Ближний Восток, ну и, естественно, подбросить Хамазу оружие, которое коррумпированные украинские верхушки чиновники получали от США и перепродавали. Значит, вот, в России не поднимайте брови. Иногда просто перепродавали, что тоже, как вы понимаете, преступление, оно оказывалось в России. Иногда знали, что оно идет в Россию. Китай, имеющий стабильные поставки нефти из Ирана и России, также не прочь иметь еще один конфликт далеко от своих берегов. Во-первых, у всех странных нефть будет значительно дороже, а у них по договорам, значит, останется такой же. А кроме того, у них есть задача захвата Тайваня, и чем более заняты США другими горячими точками, тем Китаю будет легче решать свои проблемы и свои задачи. Итак, ось Китай, Россия, Иран были заинтересованы в войне. В переводе стрелок внимания от их действий на Израиль, как только что-то происходит в Израиле, весь мир начинает пристально за этим наблюдать. А шииты, ну это Иран и, так сказать, ручные организации типа Хизбалла и Хамас, работали на мировое осуждение Израиля, отказ США снабжать Израиль оружием и боеприпасами. Вот это была одна из задач, еще более изолировать Израиль, особенно от США с правительством, которое в любой момент, по любому поводу готово это сделать. Вместо этого произошло прямо противоположное. Кадры отрезанных детских голов, убитых женщин и стариков, издевательства над пленными, торжество от зверств арабского населения привели к отрезвлению, к сожалению, временному, но все-таки привели к отрезвлению западной мир. Арабы оказались теми самыми зверьми, я не имею в виду всех и нацию и прочее, я имею в виду конкретные ситуации, да, которые прыгают от счастья, когда в Америке близнецы рушатся, которые счастливы, когда выкидывают геев с 10 этажа дома, они разбивались, которые абсолютно в экстазе от того, что насилуют, убивают, режут евреев в любой точке земли, вообще всех, кого угодно, им это нравится. Так вот, они оказались теми самыми зверями, которыми их описывал Натаньяк. Ему все время говорили, что он выдумывает и прочее, да. Они сделали именно то, чему не верили западные либералы, абсолютно уверовав в их жертвенность и хорошесть. Оказалось, что Израиль действительно борется за свое существование. Оказалось, что арабы действительно вырезают всех жителей, захваченных ими поселков и деревень. Кого они убили, угоняют к себе для забавы. Оказалось, что если они захватят весь Израиль, то, как это и написано в Уставе Хамазе, они убьют всех евреев, проживающих на территорию, которую они хотят иметь сами. 6 миллионов евреев, у них так и написано. Так и говорят, пора убить еще 6 миллионов евреев. Мир считал, что это они, ну просто так говорят, мол, да. И не верил израильтянам, кричавшим, они имеют это в виду. Они это имеют в виду. Мир увидел это, что дай им волю, они выдержат всех. Так, причем они не будут по дороге спрашивать, а ты был либерал или ты был кто. Ты на дайяву поддерживал, ты никого не поддерживал. Страшной ценой заплатил народ Израиля за это прозрение окружающего мира. Но, возможно, на некоторое время, я ни в коем случае не считаю, что навсегда, на некоторое время мир, ужаснувшись, даст Израилю расправиться хотя бы с этим врагом, с Хамасом. И зачистит тоннели, найдет и взорвет склады оружия, перебьет руководство. Может быть, найдет неопровержимые доказательства того, что Иран участвовал в этих чудовищных преступлениях, что, может быть, на некоторое время остановит демократов от игры с Ираном в одни ворот. Я надеюсь, Биби переформирует руководство израильской армии, отменит идиотские приказы, которые, как и приказы в американской армии до Трампа, практически заставляли наших и израильских солдат сражаться с двумя руками, завязанными за спиной, и восстановит боевой дух армии, значительно подорванный за время руководства левыми генералами. Я уверен, что будет создана комиссия по расследованию произошедшего. Я очень надеюсь, что туда не войдут те самые люди, которые это все и устроили. Не знаю, до чего они докопаются и до чего они смогут, или до чего им дадут докопаться. Но одно ясно. Для Израиля, еврейского народа, по всему миру, это несчастье, эта катастрофа вернется огромной моральной победой над ублажителями террора. Пизминт, есть такое слово в английском. И, похоже, не только Хамаса, но и Ирана. И я очень надеюсь, что Иран проиграет, как проигрывали многочисленные те, кто пытался уничтожить еврейский народ на протяжении нашей, ну, нелегкой, если просто так мягко говорить, истории. У меня в Израиле близкие мне люди, семья, друзья. Сердце болеет за них, за всех. И за тех, кто там. Вот желаю вам скорейшей и как можно менее травматической победы. Ну, и немного о Белом доме. Байден произнес речь о полной поддержке Израиля, чего от него невозможно было добиться все годы, что он был вице-президентом и президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, и тут, конечно, вставил нечто, что Никсон, Рейган или Трамп никогда бы не сказали. Чтобы все-таки добавить дегтя в бочку меда, которую он налил Байден, предупредил Израиль, что тот должен действовать в рамках международных соглашений о военных действиях на территории противника. Вот что-то я никак не могу вспомнить, чтобы он призывал к тому же в Ираке, Афганистане, Ливии, или когда все предыдущие годы Израиль уничтожали из Сирии, Ирана, палестинской территории, или не помню, когда он предупреждал Билла Клинтона, который бомбил Сербию, или Хиллари по почину, которой Обама дал приказ бомбить Ливию. Чтобы Байден или кто иной грозил пальчиком и предупреждал, что вместо библейского ока за ока надо заменить это дело на заотрезанную голову ребенка шлепок по запястью. Если КамАЗ не будет выкручен, на 100% вы не можете выкручивать ни одно такое движение, скажем, на 80% лишен всех баз, бегут убитые или бегут его руководства, все зачищено и тому подобное, устроена какая-то нейтральная полоса, я не знаю, как это точнее называть, или что-то еще. То есть значительно более жестко разделить два мира и патрулировать, и т.д. и т.п. то если этого не будет сделано, то это будет гигантский проигрыш Израиля. И еще один шаг к победе воинствующего фанатизма над нашей с вами цивилизацией. И, как всегда, на первой линии евреи. Но только, господа, уже сейчас видно, что Иран просчитался. До свидания, до следующих встреч.